Всем большой привет, котята! Меня зовут Карина Аркелян, и я очень рада вновь приветствовать тебя на моем канале. И сегодня я снимаю долгожданное вами видео, посвященное барабанной дробь, маникюрным салонам, абсурдным ситуациям, которые относятся к этому. И также я поделюсь с вами, из-за чего я и решила снять это видео своей ситуацией, которая со мной произошла. Перед тем, как добиться желаемого результата моих длинных, качественных ногтей, которые очень редко ломаются, которые делают прекрасно и с которыми, в принципе, можно ходить долго, я прошла просто огромнейший путь, в который входили всякие абсурдные салоны, неадекватные мастера, всякие моменты, которыми я хочу поделиться с вами. И сегодня я расскажу ту историю, от которой вы будете просто в шоке, мой потрясающий поход, офигительный салон в Челябинске, где я раньше жила. Всегда, когда я рассказываю какие-то абсурдные истории про маникюрные салоны, я говорю их название и в каком городе они находились. Раньше, я помню, вам рассказывала про потрясающий салон Пальчики в Москве, где мне просто отхерачили все ногти и сказали, что наращивать они мне их не будут. Ну а сейчас я расскажу вам историю из потрясающего салона в городе Челябинск под названием Анжелика. Хочу пожелать вам приятного просмотра, если вы до сих пор не подписаны на мой инстаграм, то обязательно подписывайтесь, потому что не подписавшись, вы пропустите очень много всего интересного и будете натыкаться на мои видео еще не один раз, а также нажимайте на колокольчик, чтобы смотреть мои видео первыми и никогда ничего не пропускать. А если у тебя кнопочка до сих пор красная под этим роликом, то обязательно превращай ее в серую, подписывайся на мой канал и вступай в нашу семью оракелянчиков. На моем канале я делюсь огромным количеством крутых историй, абсурдных историй, мы с вами очень много всего рассматриваем, обсуждаем, переписываемся, так что подписывайся и ты уж точно не пожалеешь. Ну что ж, это абсурдная история, а под конец ролика мы посмотрим с вами ужасающие фотографии работ на ногтях. Это просто трэш, в общем, мы можем начинать, не буду медлить. Начну я, пожалуй, свою абсурдную историю, связанную с маникюром с того, что один раз я решила записаться на гель-лак. Мне было 13 лет, да, я знаю, что для 13 ходить на гель-лак это не особо и круто, но как бы я увлекаюсь ногтями достаточно давно и тогда я их уже чуть-чуть вот так вот отрастила и решила не нарастить ногти, а придать им какую-то такую свою форму. Знаете, чтобы они были немножечко остренькие, красивые, не как сейчас, да, Росомаха хожу, но все равно что-то такое необычное и красивое. Я тогда была зарегистрирована во Вконтакте, знаете, как бывает, вы листаете, листаете ленту и натыкаетесь на рекламную новость. Я тогда наткнулась на какой-то странный салон под названием Анжелика. Естественно, он был из моего города и там показали типа суперские какие-то работы, сейчас я уверена, что они были тупо взяты из интернета. И в общем, меня как-то они привлекли, я подумала, почему бы и нет, поговорила с мамой, она мне разрешила сходить на гель-лак, как бы я записалась. И момент, когда я к ним записывалась, я нашла номер и решила им позвонить, чтобы записаться на ближайший день. Сначала, во-первых, трубку взяли не сразу, я ждала где-то минут пять, прям гудками, гудками было понятно, что как бы звонок-то идет, но никто не может взять трубку. В итоге мне отвечает какая-то девушка и такая говорит, здравствуйте, что бы вы хотели? То есть она не представилась, ничего не сказала, и я такая, окей, хорошо, здравствуйте, мне нужен маникюр с небольшим дизайном. Я все детали уточнила, какой я маникюр хочу, какой не хочу, что я хочу видеть. Уточнила, туда ли я позвонила, потому ли адресу мне ехать и так далее. Мне сказали, что да, да, все вам сделаем, приходите в 14.00 такого-то, такого-то числа, а мы вас ждем. Было слышно, что девушка не русская, и когда я ей задавала какие-то вопросы, она постоянно куда-то пропадала секунды на три. То есть, знаете, я задам вопрос, например, а вы делаете сложные дизайны на ногтях? А сколько это будет стоить? Не подскажете элементарно про стоимость. Я спросила, она просто, знаете, секунд шесть, десять, просто не отвечала, я такая, девушка, вы здесь, девушка, вы здесь? А, да-да-да, простите, я уточняла. Еще тогда, я согласна, мне нужно было насторожиться и как бы не идти в этот салон, потому что и так все было понятно по звонку. Но нет, я все-таки решилась туда пойти, потому что по цене меня все устраивало, и как бы нужно было хотя бы с чего-то начать. Итак, внимание, я прихожу в салон, пришло несколько дней. Салон считался, как я читала, вот на этой рекламной фигне, что салон суперский, крутой, вообще сделают круто, чуть ли не бесплатно, за офигенную стоимость, большой выбор, делаем сложные дизайны, все-все-все-все-все. Но напомнить, о записи мне не позвонили. Вот сейчас, когда я живу в Москве или когда записываешься в какой-то крутой салон, тебе обычно звонят и предупреждают, что типа, вот, вы записаны на такое-то, такое-то время, на такое-то число, вы придете или нет? Нет, отменяем запись, ну, видимо, у них там и так было мало клиентов, было насрать, как бы записалось, ну и записалось. Я прихожу, значит, в этот прекрасный салон, находился он в каком-то подвале, прям вот вообще, знаете, прям вот в подвале, в подвале. Я спускаюсь, там еще воняет куривом, потому что, видимо, все эти маникюрщицы выходили покурить в подвал, они поднимались наверх на улицу. В общем, я прихожу, и я понимаю, что вот за этой стойкой, где меня должны встретить, спросить, куда я, проводить меня, никого нет. То есть, тупо тишина и играет радио. Знаете, тупо радио, вот какая-то там дача, вот эти вот всякие народные песенки, знаете, вот такая вот всякая херня. Я думаю, боже мой, окей, пришла, но как бы салон выглядел не говняно, сразу говорю, нормально. Салон был такой, достаточно внутри ухоженный, было видно, что мастера сидят чем-то заняты, работают, ну, человека два, да, от силы. В итоге я нажимаю на колокольчик за этой барной стоечкой, ко мне подбегает девушка, говорит, здравствуйте, извините, как-то протирает рот, как будто бы она кушала. Ну, я поняла, что, естественно, она была за обедом или чем-то таким занята. Я говорю, девушка, здравствуйте, я записана на аппаратный маникюр, красивый, гель-лак. Она на меня вот так посмотрела, типа, блядь, типа, ты кто такая вообще? Знаете, вообще, от чего я была в шоке? Она мне говорит, покажите ваши ногти. Я такая, блядь, типа, чего? Во-первых, вы меня должны проводить, во-вторых, какая вам разница, какие ногти, вы не мастер маникюра, чтобы вот так вот меня обсуждать. Я ей даю ногти, а у меня тогда не было никакого маникюра, я просто был прозрачный лак на ногтях, который поддерживал якобы всякие витаминчики. Знаете, как раньше мы верили, витаминный лак. Я его покупала в аптеке. Эта девушка так смотрит на мои ногти и говорит, а сколько вам лет? Я говорю, ну, 13 лет. И она смотрит на меня и такая, чего, девушка, вы понимаете, что как бы в этом возрасте делать гель-лак опасно, типа, т-д-т-т-т-т. Я как бы пришла к ним в салон, я их клиент, и она меня отговаривает, понимаете? Она мне просто говорит, что этого делать не стоит. Окей, буду побыстрее чуть вам рассказывать, потому что таких моментиков маленьких, ребят, было до хера, от которых я просто в шоке. В итоге я прихожу, меня садят за специальный столик, где мне будут делать маникюр, и я вижу, что вот так вот выходит мой мастер, отодвигает шторку, и я вижу, что там сидят еще трое человек, в одном квадратном метре один маленький стол. Там чай, печеньки, бутерброды, короче, у них там пир на весь мир. Она тоже выходит, точно так же, как и та баба, которая смотрела мои ногти и такая, здравствуйте, что мы сегодня с вами будем делать? Я такая, блядь, ну как бы вас должны были предупредить. Я смотрю на нее, думаю, отвечать или не отвечать, она такая, а, а, все, вы записывались к нам 4 дня назад, я такая, да. В итоге она садится, и начинается все самое-самое интересное. Мы с ней начали разговаривать, она мне начала задавать вопросы, типа, хотите ли такое, хотите ли такое, я сказала, что я изначально назвала, что я хочу видеть, я хотела такие нежно-розовые ногти и на безымянных пальцах сделать какие-нибудь цветочки, то есть нарисовать дизайн. Когда я ей сказала, что все-таки я хочу такие-то, такие-то цветочки, а не говно нарисованное с тремя лепестками, она говорит, что, ой, простите, я все-таки рисовать не умею, у нас салон не самый крутой, я на ногтях вам не смогу круто нарисовать. И все это время сзади нее, забыла вам сказать, сидела одна принцесса, тоже мастер маникюра, и постоянно с ней болтала. То есть, ой, а вы знаете это, знаете то, или они там как-то переговаривались, не знаю о чем, потому что это было не на русском языке. Что-то они там обсуждали, она отвлекалась, поворачивалась, я, знаете, кстати, что заметила еще? Она достала мне, видимо, неодноразовую такую специальную пилочку, неодноразовые приборы для того, чтобы обрабатывать ногти и делать сам маникюр. То есть, она мне убирала кутикулу какими-то обоссанными ножницами, которые, видимо, были не один раз использованы. Я вообще не знала ничего, как с этим работать, что с этим делать, то есть, что ей говорить, не говорить, как правильно, как неправильно, поэтому я сидела просто как клиент и все. Тогда эти две маникюрщицы разговаривали, они сидели за соседними столами, но я вообще не понимала, что происходит, и она мне очень сильно задела кутикулу. То есть, прям, она у меня безумно болела после этого, или как-то занесла туда инфекцию, я не знаю. Так вот пилила-пилила ногти и задела прям краем пилки мне кутикулу, и у меня оттуда пошла кровь. Она, давай там какой-то спирт, всякую фигню доставать, смотреть на меня, все ли со мной хорошо. Я понимаю, что все, господи, мне лучше бы отсюда свалить поскорее, потому что мне это безумно не нравится, мне не предложили ни чая, ни кофе. И салон, ребятки, на рекламе был офигенный, потрясающий, хотя он оказался совершенно другой, нежели чем на рекламе. На рекламе были одни фотки, в жизни другие. В общем, мне сделали отвратительный маникюр, и знаете что? Какую деталь я вам хочу сказать? Так как она мне отказала делать дизайн на ногтях, моя маникюрщица пришла, вторая, которая с ней болтала, и предложила, чтобы она нарисовала мне все, что нужно на ногтях. В итоге она доделала работу, покрыла все топом, доделала все от и до. Та мастер, которая у меня изначально была, она просто ушла за эту шторку и продолжила там жрать. Вы понимаете, вот это отвратительное отношение к клиентам. Она мне просто пол работы сделала, покрыла все лаком, обработала чуть ногти, задела кутикулу, у меня потом все болело, все покраснело, все нестерильными продуктами. И вторая мастера начала там все за меня доделать. Нарисовала какие-то отвратительные цветочки, чуть доделала форму, что-то они там перекрикивали, перекрикивали, задавали мне какие-то вопросы. Ой, вы довольны работой, недовольны? Взяли с меня, ребят, 1500 рублей за это дерьмо. Получились отвратительные ногти наподобие вот этой работы. Знаете, вот все настолько стекало, были огромные бугорки, непонятные нарисованные цветы. Это видно было, что мастера непроверенные, у них нет опыта, у них нет, видимо, никакого стажа. Они не умеют общаться с клиентами, им насрать, сделают они работу, не сделают, они работают, сидят просто на насрать за зарплату. И их ничего больше не волнует, как я считаю. В общем, работа мне совершенно не понравилась, и кутикула у меня начала очень сильно набухать через день, где-то вот так вот. Не так, конечно, как на этой фотографии, но чуть-чуть, 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 все больше, больше и больше. Было понятно, что мне в кутикулу занесли инфекцию. Естественно, я заплатила деньги в этом салоне, я была неопытная, да, я ни с кем не разбиралась, ни на кого не кричала, просто мне сделали вот это дерьмо. И когда я уже пришла домой, показала маме работу, она позвонила к ним в салон и сказала, что это дерьмо, типа возвращайте деньги. На что, когда моя мама позвонила в этот салон, они просто сбросили трубку и заблокировали номер моей мамы. Естественно, ехать к ним и разбираться ради 1500 рублей мы не стали, но, ребят, я хочу, чтобы вы просто поняли, что салонов дохера. Есть хорошие, есть говняные, и я вам советую просто ходить в проверенные. Если вам интересно, если вы, например, живете в Москве, то переходите в мой инстаграм, следите там за работами, которые мне делают на ногтях. Там я отмечаю просто потрясающие салоны, которые проверены, которые делают крутые работы, офигенские, ничего не поганится, все выглядит круто, мастера вежливые, работа потрясающая. И просто я хочу, чтобы вы были аккуратны с этим, потому что, когда я начала ходить по всем этим салонам, естественно, я была неопытная, не понимала, что должно быть стерильное, а не стерильное, как вообще все должно происходить. Поэтому меня кормили завтраками, говорили всякое дерьмо, делали отвратительную работу и брали с этого бешеные деньги. С этой историей закончилось все, конечно, отвратительно. Я очень долго страдала, ходила с этими ногтями, меня все бесило, у меня набухла кутикула, у меня болели все ногти, вся кожа, вся кутикула, у меня все разрывалось просто, я боялась пошевелить рукой. Делали просто отвратный маникюр, содрали деньги, все бегали, жрали в этот салон, кушали бутерброды, прятались за ширмачкой, в общем, салон просто полное говно. И я вспомнила об этой истории только вот недавно, потому что прошло уже 3-4 года, и как бы салон этот, я надеюсь, что сейчас не работает, или он закрылся, или он хотя бы как-то усовершенствовался, и мастера там теперь нормальные, я не знаю. В общем, но тогда это был просто трэш, и я была в шоке, что, в принципе, попала в этот салон, мои ногти очень страдали. Короче, просто будьте аккуратными. Мне только что пришло сообщение, в котором написано, что за футболка на тебе надета, и я вам сейчас хочу рассказать. Кстати, у меня был пост у меня в инстаграме, как раз-таки с этой футболкой, и там я написала одну очень-очень крутую и важную информацию для вас. Сейчас на мне надета потрясающая футболка из магазина Твое из новой коллекции под названием Хищные птицы. 6 февраля вышел фильм Хищные птицы. Главная героиня в нем Харли Квинн. Я ходила на предпоказ, и мне все безумно понравилось. В общем, магазин Твое выпустил потрясающую коллекцию с футболками, с худи, со свитшотами, где изображена потрясающая Харли Квинн. Вещи все очень качественные. Образ Харли Квинн для магазина Твое послужил основным вдохновением коллекции и украсил футболки и всю остальную крутую одежду принтами с запоминающимся образом Харли Квинн. Я вообще обожаю Харли, у нее такой прям потрясающий образ. Нереально качественный и очень круто сидят. Вы только посмотрите, например, даже на эту футболку. Есть вот такие футболки, просто потрясающие. Ссылочку на магазин Твое я оставлю ниже в описании. Я просто в шоке от такой потрясающей коллекции. Смотрите фильм «Хищные птицы», вдохновляйтесь, покупайте крутые вещи из коллекции магазина Твое, потому что я буду сейчас с огромным удовольствием носить все эти вещи. В общем, вся подробная информация будет написана ниже. Ссылочку на магазин Твое я оставлю ниже в описании. Пользуйтесь! Покупайте действительно качественные вещи. А я просто обожаю магазин Твое и действительно рада, что они запустили коллекцию в честь фильма «Хищные птицы». Это просто потрясающе. Все ссылки в описании, ну а я продолжаю свою историю. Короче, ребят, просто не ходите в отвратительные салоны. Я не хочу, чтобы мои зрители тоже проходили через то, через что прошла я. Это было суперское, максимально хамское отношение, от которого я была просто в шоке. Сделали отвратительную, мерзопакостную работу. И я хочу, чтобы вы просто знали, как на то время назывался этот салон и насколько это все было ужасно. Но сейчас я хочу вам показать несколько работ и обсудить с вами фотографии нескольких маникюров. Например, вот этот, да? Где ногти разного размера, где делают какую-то спираль, где они сами по себе какого-то желтого обоссанного цвета. И вообще работ в маникюрных салонах просто дофига. И отвратительных работ становится все больше и больше. Салоны, которые считают, что вот эти работы как бы нормальные, я считаю, что это неприемлемо. Поэтому кидайте мне в инстаграм всякие работы. Я буду снимать больше роликов. Будем обсуждать с вами. Разоблачайте всякие салоны, в которых вы побывали. Рассказывайте мне истории. Может быть, я сниму вторую часть этого ролика. Я тогда была просто чересчур напугана, потому что думала, что так каждая девушка сидит и делает во всяких таких салонах такой отвратительный маникюр. Мне было очень жалко то, что я потратила полтора часа, сидя в этом салоне, на какое-то дерьмо. Сделали мне просто все отвратительно и мерзко. Хочу вам сказать огромное спасибо за просмотр этого видео. Не натыкайтесь на всякие отвратительные салоны. Не ходите во всякое такое подобное говно. Если вы видите, что с салоном что-то не так, просто разворачивайтесь и уходите, потому что нафиг вам это не надо, ребята, чтобы вам все ногти просто перепортили, переломали. Или два мастера сразу вам делали работу, как, например, мне. В общем, это трэш. Я вас люблю. Огромное вам спасибо, что досмотрели до конца. Берегите свои ногти, берегите свое здоровье. Я вас люблю. Ссылку на магазин твое оставлю в описании. Всех люблю. Всем пока-пока.